Ладно. Где-то там впереди будет какое-нибудь здание, и в этом здании будет бар, в котором есть пиво. У вас воды не найдется? Вода. Вода. У меня радиатор взорвался. Мне просто нужно два галлона, три галлона воды. У вас же там вода. Всего одно ведро дайте. Это самая настоящая автоцистерна, из которой течет вода, а он даже ведро зажал. Наконец, мне удалось поймать местного жителя, который поделился со мной водой. Спасибо. А потом я приступил к починке. Заново собрал амортизатор. Это прикрутил на место, так что система охлаждения вновь работает. После выматывающей пятичасовой поездки мы с Ричардом наконец добрались до города, который оказался столицей Намибии, Виндхуком. Где мы сразу же бросились утолять жажду. А вот на автостраде дела шли не так хорошо. Я еду, вернее, пытаюсь ехать на Аполлоне 13. В систему попал воздух, и мне пришлось сделать маленькую дырку впереди, чтобы добраться до радиатора. Спустил воду в нем во всех трубках, которые ведут к двигателю. Вот из этой трубки спустил воду везде, и все равно он перегревается. Проехал милю перегрев. Мы проехали 30 километров за четыре часа. Это происходит в шестой раз за последние 50 километров. Пока мои коллеги наслаждались пивом и мягкими кроватями, я приготовился к самой длинной, холодной и выматывающей ночи в своей жизни. Дороги становятся хуже. У меня так все кости переломаются. Боже мой. У меня есть гениальная идея. О нет. Черт, как же высоко. Что делать-то и не стоит по долгу. Продолжение следует...